Девушки отдыхают Девушки отдыхают А теперь об этих и других событиях более подробно 25 августа по традиции по всей России проводится августовское совещание Тува не исключение Во всех районных центрах, в том числе и в Кызыле педагоги собираются, чтобы принять в свои ряды молодежь и обсудить насущные проблемы в учебной программе и воспитании учащихся В этом году в августовских совещаниях обсудят тему конкурентоспособности и доступности образования Тувы опыт, проблемы и пути решения Кроме того, решено изучить, есть ли потребность в кадрах, ведется ли профориентационная работа в этой отрасли Подробнее расскажет Диана Баенбогус Под девизом «Эффективная школа, образованная Тува» состоялось августовское совещание Прошло обучение по пяти различным площадкам Это образование Тувы от приоритетов к качеству точки роста и пути решения подготовка кадров с учетом современных стандартов совершенствования системы образования и качества обучения тувинскому языку На обучающие секции съехались все педагоги начиная с дошкольного образования до высшего Лекции читают преподаватели с Иркутской области и Москвы Секции проходят очень активно У нас работают разные секции Первая – это секция руководителей Руководителей, начиная с председателей администрации до директоров образовательных организаций где рассматриваются очень важные вопросы связанные с управленческого характера финансирования это вопросы, которые решают руководители именно этого уровня Вторая секция, где работают заместители заместители управления по социальной политике управления образованием заместители директоров школ там как раз рассматривается содержание образования В рамках целевой программы «Русский язык» Иркутская область второй год активно сотрудничает с Тувой Обучающие семинары прошли в Агду-Ураке Самогалтае, Шаганаре, Кызыле и Вчадане В этом году концепция проведения семинаров изменилась Сейчас особое внимание уделяют дошкольному образованию По этой тематике прошли обучение 600 человек И это не только работники дошкольных образовательных организаций это не только учителя начальных классов русского языка это и все педагоги, все педагогические работники школ потому что тема, о которой мы говорим с нашими коллегами из Тувы это создание языковой среды это использование русского языка как государственного языка Российской Федерации потому что один учитель русского языка или только учитель начальных классов не может обеспечить полностью такое овладение языком которое позволит ребенку в дальнейшем пользоваться им во всей мере нужной В итоге 25 педагогов из Тувы примут участие в межрегиональной конференции по вопросам создания языковой среды в детских садах а также пройдут стажировку в дошкольных учреждениях Иркутской области добавляет Наталья Пономарева Конкурентоспособность и доступность образования Республики Тува опыт, проблемы, пути решения эта тема не зря сегодня звучит и возникла она в продолжении реализации приоритетных направлений развития образования в Республике Тува Мы с вами знаем, что такие понятия, как конкурентоспособность, доступность образования они рассматриваются на всех уровнях государственной власти Пленарное заседание августовского совещания состоялось в Доме народного творчества В фойе представители средних образовательных учреждений выставили приготовленные студентами продукцию Это пищевые и строительные изделия В рамках приоритетного проекта сети учебных производств у нас в этом году открывается цех по переработке мясной продукции Почему выбрали этот цех? Потому что у нас обучаются технологии по переработке мясной продукции Эти специальности будут востребованы на различных вновь открывающихся предприятиях Республики Продукцию для этого цеха мы поставляем со своего подсобного хозяйства У нас есть подсобное хозяйство, где более 300 гектар земли Есть крупнорогатый, мелкорогатый скот Поэтому у нас молочная, мясная, овощная продукция Это все свое Министр образования и науки Тувы Татьяна Санча рассказала о достижениях и успехах в области образования в Республике Также объявила радостную весть о строительстве новых образовательных учреждений в Туве Впервые за последние очень многие годы мы вводим новую прекрасную школу в микрорайоне «Спутник» на 825 мест Недавно, то есть вчера, мы получили соглашение от Минобора Российской Федерации О том, что еще одна школа, она будет профинансирована и введена до конца 2017 года Это уже будет сельская маленькая школа на 179 мест и интернатом на 50 мест В селе Итал у Илухемского кожуна Давайте порадуемся вместе Шолбан Валерьевич, мы также подали заявку на новую школу на 2018 год Мы замахнулись и представили шесть наших проектов на две большие школы, на 825 и на 4 По губернаторскому проекту в каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием подведен итог на 2017 год Проект реализован на 80% До 2020 года планируется увеличить этот показатель в десятки раз Проект «Современная цифровая образовательная технология в Туве» успешно реализуется Каждое образовательное учреждение имеет свой портал в интернете и сайты А также стоит отметить и создание электронной библиотеки Есть и другие не менее интересные и продуктивные работы «Мост дружбы» и «Успешный выпускник» В этом году прозрачность проведения ГИА и ЕГЭ увеличена в два раза В Кызыле началась реконструкция узловой подстанции «Южная» На начале большой реконструкции одной из крупных подстанций столицы в своем блоге сообщил глава Тувы Шалбан Караол Еще один из пунктов плана развития Тувы до 2025 года утвержденного правительством России по нашей инициативе в действии В Кызыл доставлен новый трансформатор, который увеличит мощность городской узловой подстанции «Южная» с 6 МВт до 16 МВт Уже начались монтажные работы, которые должны завершиться в сентябре Мы сможем подключить к электросетям новый седьмой микрорайон в восточной части Кызыла Подстанция, располагаясь на пересечении улиц Суворова и Аюна Курседи, снабжает почти половину столицы Теперь электроснабжение будет не только мощнее, но и надежнее, написал глава Тувы Шалбан Караол Подстанция «Южная» обеспечивает электроснабжением центрального и восточного микрорайонов Кызыла, микрорайон «Спутник» и ближний Кахе Примерно такую же нагрузку несет подстанция «Городская», расположенная на улице Московская Третья подстанция «Западная» обеспечивает в большей части правобережную часть столицы, где завершаются работы по строительству подстанции «Вавиленская» на правом берегу К ней подключатся объекты Министерства обороны России, а также потребители близлежащих микрорайонов И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 4 копейки, евро 69 рублей 59 копеек В Кызыле продолжается процедура приемки образовательных учреждений Организации проверяют на соответствие требованиям безопасности, охраны жизни и здоровья детей Также подходят к завершению работы по текущему и капитальному ремонту и по подготовке к отопительному сезону зданий образовательных организаций Готовы ли школы Кызыла к приему детей? Узнаете в рубрике «Гость студии» Сегодня у нас в студии начальник департамента по образованию мэрии Кызыла Наталья Ильинична Попугалова Здравствуйте Здравствуйте Наталья Ильинична, насколько готовы наши школы к новому учебному году? Я скажу следующее, что на сегодняшний день во всех образовательных учреждениях школ и садов проведены в полном объеме текущие ремонты и капитальные ремонты У нас остаются ремонты в образовательных учреждениях 2, школ 2, 12 и 1 Там идет ремонт кровли, но до 1 сентября он будет готов в полном объеме В полном объеме у нас приняты практически все учреждения образования Роспожнодзором Только в 14, то есть 7 садов и 7 школ имеют замечания по устранению противопожарной сигнализации Сады до 1 сентября закончат и приведут в соответствие Школы закончат в течение октября-сентября месяца и приведут в соответствие В целом образовательные организации приняты и Госпожнодзором сделаны только отдельные замечания Далее, в образовательных учреждениях, то есть в школах, в садах и в центре дополнительного образования На 7 миллионов 485 тысяч рублей проведены работы по целевой программе «Доступная среда» Они в полном объеме выполнены на сегодняшний момент и доведены до соответствия То есть это что? Это пандусы? Да, ну это, конечно, связано с доступной средой для детей с УВЗ и инвалидов, я имею в виду И поэтому у нас были проведены работы в прошлом году То есть каждый год у нас берутся несколько учреждений дошкольных и школы Поэтому в этом году были проведены работы в детском садике в 11, 35, 32 И центр дополнительного образования у нас в этом году попал по целевой программе Поэтому там работы в полном объеме выполнены И таким образом мы ежегодно несколько проводим совместно с Минобром То есть эта программа финансируется через, она является федеральной И финансируется через регион Поэтому у нас практически все детские сады до 2020 года Будут приведены в соответствие по целевой программе «Доступная среда» По приемке что в первую очередь проверяла комиссия? Ну в первую очередь, конечно, это Госпошнадзор У нас проверял Роспотребнадзор У нас в этом году с нами не участвовал в приемке Потому что согласно законодательству они немножко изменили свой график работы И они будут работать в индивидуальном плане У нас на уровне департамента по образованию был издан приказ Который был доведен до сведения руководителя образовательных учреждений И мы эту работу проводили с где-то 20 июня Потому что в течение всего июля месяца шли ремонтные работы И на сегодняшний момент они практически... Вот я еще раз повторюсь, только ремонт кровли остался вот в этих трех учреждениях И два детских сада у нас попали под капитальный ремонт Это 21-й садик, не капитальный ремонт Там идет строительство, пристройка двух групп на 60 мест Она закончится, мы планируем, до 7 сентября Но в зависимости от выполнения работ, конечно, мы постараемся Дню города сделать открытие этих групп И 40-й садик у нас Они откроются только 1 сентября У них там идут большие работы ремонтные И они на данный момент находятся в стадии завершения К новому учебному году в сентябре откроется новая школа Которая называется лицей номер 16 Успеют ли они к 1 сентября? Как там обстоят дела? Да, будет сдаваться 1 сентября Новая образовательная организация, лицей номер 16 Он будет сдан в эксплуатацию И с 1 сентября там начнутся учебные занятия На сегодняшний момент лицей номер 16 Полностью комплектован педагогическими кадрами Были проведены собеседования и тестирования на знания предмета Поэтому согласно этой работе проведен набор кадров Я хочу сказать, набор кадров проведен качественный Есть люди со стажем, есть с категориями И есть, конечно, молодые специалисты Поэтому молодым специалистам есть у кого учиться Комплектование классов тоже продолжается На сегодняшний день мы уже превышаем приемку по первым классам У нас идет набор 7-го, 1-го класса Хотя должно быть наполовину меньше По проектной наполняемости Но все остальные классы заполнены и укомплектованы В параллели по 3 класса Кроме 10-го и 11-го Там будет пока предварительно по одному классу Но это нормально Поэтому в принципе, в целом, работы на данный момент сейчас завершаются Они проводятся подрядчиком СУГУ совместно с коллективом Коллектив очень хорошо помогает и проводит соответствующие работы Для того, чтобы лицей на 1 сентября выглядел красиво То есть каждый учитель занимается, прежде всего, оформлением своего кабинета Созданием учебно-методической базы Которая должна находиться в школе В классе, я имею в виду, необходима для работы каждого учителя И, естественно, санитарную уборку школы и класса Мы делаем совместно с нашими замечательными педагогами Которые нам очень хорошо помогают Сколько в этом году первоклассников у нас? В этом году в городе Козыле будет набрано более 3 тысяч первоклассников Более 3 тысяч Я сейчас не могу сказать точную цифру Почему? Потому что комплектование меняется каждый день И окончательная цифра будет известна 5 сентября То есть это очень много? Да, это очень много Если сравнить с прошлым годом? С прошлым годом это уже на 500 человек больше Уже на 500 человек больше Справятся наши школы? Да, мы находимся в трудной ситуации Так как у нас очень большая перенаполняемость школ Но нам нужно это сделать И нас все дети должны приступить к образовательному обучению По закону федерального образования Мы обязаны посадить все детей за парты И, естественно, учить С сентября начнется подвоз учащихся Наши дети живут и на ЛДО, и в СУПАКе Вот как? Расскажите поподробнее По подвозу детей Конечно, это у нас проблема Но мы стараемся из нее выходить Каким образом? У нас из 14 образовательных учреждений школ города 8 имеют автобусы Поэтому из этих точек, которые вы перечислили Это у нас Вавилинские дачи Это у нас Правобережные дачи Это у нас Левобережные дачи Но мы еще и спутник брали Но спутник у нас сейчас отпадает А вот эти микрорайоны у нас остаются Это микрорайоны города Поэтому мы с помощью наших тех самых автобусов Которые были нам подарены по федеральной целевой программе На данный момент времени они все находятся в эксплуатации Каждая школа имеет водителя Они оснащены глонасом, тахографами Все необходимые мероприятия, которые для эксплуатации автобусов у нас проведены И за каждой школой закреплен маршрут И каждая школа, естественно, начиная где-то с полседьмого Начинать будут делать подвоз школьников Это только подвоз? И подвоз, и увозить будут то же самое В вечернее время и в дневное время, конечно Они одновременно увозят и привозят детей по данным направлениям Поэтому он у нас уже отработан Мы в прошлом году отработали И поэтому на сегодняшний момент мы находимся не в стадии, а уже готовы Поэтому с 1 сентября будет организован в том же режиме подвоз школьников Как и был в прошлом году Все маршруты закреплены департаментом городского хозяйства Они не пределены, указано время, указаны остановки Мы сейчас только обновим на остановках график движения автобусов Тот же самый он будет, но мы просто разместим на остановке Левобережных, Правобережных и Вавильнинском сатоне А вот этой, скажем так, услугой подвоза Могут воспользоваться все дети или первоочередно многодетные? В первую очередь, естественно, мы работаем с малообеспеченными семьями У тех людей, у которых имеется затруднения Финансовые, я имею в виду Потому что подвоз делается бесплатно И другая еще норма существует у нас Это норма по количеству детей, которые должны находиться в автобусе Не более того количества, которое указано в правилах Поэтому мы не можем больше И поэтому мы в целом, мы не можем охватить в полном объеме Подвоз детей с данных точек У нас всего будет там, например, на Левобережных дачах Проживает где-то около, и обучается в школах города до полутора тысячи Ну а с Левобережных дач только будет ходить автобус Третья школа, которая будет брать и 14-ю школу, и третью школу Пятая школа, девятая гимназия берет оттуда Первая школа Ну и в принципе подвозить будут они не только к своим школам Естественно, к тем школам, которые находятся у них на пути Мы это делали в прошлом году И поэтому прежде всего упор мы, конечно, делаем на семьям Которым необходима наша помощь Это прежде всего Поэтому родители должны это понимать и слышать У кого есть возможности ребенка подвезти самостоятельно Ну, такова жизнь Наталья Ильинична, спасибо, что пришли и рассказали нам Я напомню, что сегодня у нас в гостях был начальник департамента по образованию Мария Козыла Наталья Ильинична Попугалова Далее небольшой блок рекламы Не переключайтесь Нужны деньги? Приходите к нам Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники Улица Кочетова, 93, торговый центр, лакомка, второй этаж Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем выпуск В Туве 25 августа состоится открытие новой лаборатории Теперь онкобольным не придется ждать результатов анализов в несколько месяцев Таким образом у жителей республики появится возможность за 2-3 часа проверить злокачественные образования, в частности на ранних стадиях Раньше в республиканском онкодиспансере была только одна палата для послеоперационных пациентов Сейчас здесь с полным ходом идут ремонтные работы Вот уже в пятницу в больнице откроется новое отделение реанимации и интенсивной терапии на 7 коек Увеличится и штат медиков Кроме того, при диспансере открывается и новая лаборатория Также у нас при поликлиническом отделении будет организована открытая патоморфологическая лаборатория или же интероперационная морфологическая диагностика Что это такое? Это во время операции, когда удаляется опухоль, удаленная опухоль отправляется в эту лабораторию И там мы получили оборудование, называется микротон криостатический, водяная баня Вот это полученный биоматериал, сразу же там патоморфологом опухоль обрабатывается и сразу же под микроскопом изучается И патоморфолог нам дает в течение 30 минут, 1 часа нам заключение, из какой ткани, из каких клеток эта опухоль исходит Злокачественное образование или же доброкачественное образование От этого зависит дальнейшая тактика хирургического лечения Мы уже будем знать, опухоль злокачественная Если злокачественная, надо радикально прооперировать полностью, чтобы там рядом никаких вот этих клеток не оставалось Часто диагноз рак воспринимается как смертный приговор Однако в реальности далеко не все злокачественные опухоли приводят к гибели Ранняя диагностика опухолевых новообразований поможет в разы снизить риск распространения раковых клеток по всему организму Для того, чтобы вовремя провериться, я призываю, нужно обязательно проходить профилактический медицинский осмотр Прислушаться тому, что говорят ваши участковые терапевты Они мотивированы, что граждан надо приглашать на профилактический осмотр Профилактический осмотр, прохождение диспансеризации является залогом успеха в ранней диагностике и постановке диагноза злокачественного образования По словам медиков, в Туве чаще всего встречается рак легких Так, за последние пять лет уровень заболеваемости населения республики выросла на 29% Однако, рост выявления данной болезни на ранних стадиях тоже увеличивается И это несмотря на отсутствие лаборатории Напомним, что ранее все лабораторные анализы направлялись за пределы республики Результаты приходилось ждать несколько месяцев, что затягивало курс лечения Да, бывали такие случаи, что особенно при молочной железе, что мы опухоль удаляли, а потом ждали 7 дней И через 7-8 дней или даже 10 дней нам приходили такие заключения И мы вынуждены были потом второй раз врать полностью удалять молочную железу Были такие случаи, но, конечно, мы старались вот этого не допускать Старались в таких случаях больных отправлять за пределы республики Если диагноз нам давалось сложно ставить, мы старались больных направлять за пределы Чтобы лечение сразу правильно начиналось Многие жители республики пренебрегают своим здоровьем и не проходят обязательную диспансеризацию С учетом того, что последние несколько лет смертность от рака в нашем регионе составила более 100 случаев на 100 тысяч населения Каждый третий житель Тувы должен в обязательном порядке пройти профилактические медицинские мероприятия и вести здоровый образ жизни Далее эфир продолжат новости короткой строкой С 15 мая на территории республики открыт навигационный сезон С начала которого в ходе ежедневных рейдов государственными инспекторами по маломерным судам НЧС России по Туве Выявлено 104 нарушителя правила судовождения Всем им выписаны административные штрафы Самые распространенные нарушения у местных судоводителей это управление маломерным судном, не зарегистрированного в установленном порядке Либо не прошедшего технического осмотра и нарушения правил перевозки пассажиров В Туве завершена проверка объектов системы образования перед началом нового учебного года К эксплуатации допущены все школы и учреждения Кроме школьных зданий и сооружений проинспектированы и допущены к работе объекты начального и среднего профессионального образования Дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования и объекты с круглосуточным пребыванием детей В общей сложности 431 образовательное учреждение, предъявленных приемки, допущено эксплуатации. Тувинская шахматистка, двукратная чемпионка Тувы, ученица 4 класса 5 гимназии, воспитанница Центра дополнительного образования столицы Союди Аюн, завоевала золото на Всероссийском фестивале Кубок надежды 2017, который проходил в Нижнем Новгороде с 14 по 20 августа. Около 2000 детей по всей Туве получат поддержку в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Акция проводится ежегодно в целях своевременной подготовки детей и многодетных, малообеспеченных семей в школе. По данным на 22 августа, полностью к школе готовы 30 ребенка из Центра соцподдержки семье и детям Кызыла. Еще 168 детей получили необходимые констовары. 120 детям выдана школьная форма, ранцы и школьную обувь получили 21 ребенок. В Кызыле завершается асфальтирование дворовых территорий. Напомним, что в программу благоустройства на 2017 год вошли 8 дворов города. На сегодня практически завершена самая трудоемкая работа – асфальтирование проезжей части дворовых территорий. Во дворе дома Московская 101 по предложению жителей проезжая часть перенесена в целях обеспечения безопасности пешеходов. В конкурс благоустройства дворовых территорий и городских пространств вместе входят несколько мероприятий. Это комфортная городская среда, цветущий кызыл, а также борьба с бурьяном. Близится осень, поэтому в этих конкурсах подводится финишная черта. К примеру, цветущий кызыл в этом году обрел второе дыхание в связи с увеличением призового фонда «Вдвое». Более подробно расскажет Диана Байенбугус. По программе «Городская среда» сейчас проводятся работы по дворовым территориям и общественным пространствам. Освещение, асфальтовое покрытие, скамейки, урны, ремонт дворовых проездов – это минимальный перечень благоустройства. В дополнительный перечень вошли установка детских игровых спортивных площадок, озеленение придомовой территории и мест отдыха для взрослых. Облагораживание таких общественных пространств, как молодежный сквер и велодорожка, установка уличного освещения, а также озеленение. Общая сумма проектно-сметной стоимости благоустройства дворовых территорий составила около 30 миллионов рублей. Сейчас ведутся Московский квартал, Московская улица, там большой очень двор, по Калинина – это 26, 24, двор тоже большой, Кичевола – 7, 9, ну вот этот двор. Красных партизан – 41, там тоже большая готовность. Сейчас основной перечень работы по основному перечню проведут, и приступят, соответственно, уже по дополнительному перечню. На территории дома номер 41 по улице Красных партизан активно ведутся работы по укладке асфальта и бордюра. Как рассказал житель дома Санчай Доржо, он безмерно рад новым изменениям в своем дворе. Тут раньше не было вот этих вот дорог, и там вот, а еще вот этих вот не было, а другие вот такие. Еще раньше, раньше, мне тут нравится очень. Наконец-то построили дороги, а то в прошлый раз нельзя было нормально ездить. И, ну и так, тут еще строят, еще построили, еще там вот сзади вот строят дорогу. Детскую площадку пока еще не решили, но пока скоро решат. Конкурс «Светущий козыл» подводит финишную черту. Смотр комиссии завершен. Как сообщили организаторы, награждение победителей состоится в День города. Напомним, в июле был добавлен под конкурс «Светущего козыла. Борьба с бурьяном», куда заявки подали всего несколько участников. Изначально, на первом этапе, когда только конкурс объявили, сразу активность проявил предприятие «Оводоканал», то есть коллектив «Оводоканала». совместно мы вышли, ну, «Урал» и «Оводоканал», вышли на улицу Почтова, там убрали как бурьян, так и мусор, то есть получился такой масштабный субботник. Вот первые, кто откликнулись. Ну и в дальнейшем потом уже и школы тоже проявили инициативу. И готовы, готовы дальше за ними участвовать. В конкурсе «Борьба с бурьяном» могут принять участие все желающие коллективы и группа инициативных людей. Заявки принимаются до 1 сентября в Департаменте городского хозяйства мэрии «Козыла». Диана Баимбулусерис, Ховалы, телекомпания «Новек». И в завершение выпуска о погоде. В течение суток 23 августа по республике ожидается перемена облачность, местами небольшой и умеренный дождь, возможно гроза. Ночью и утром местами туман. В Козыре перемена облачность, местами небольшой дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 20, плюс 22. На сегодня это все. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!